В областных слётах эскетимская сборная участвует регулярно. Однако в таком формате соревнования проходили впервые. Водная дистанция, спелео, скандинавская ходьба. С такими дисциплинами ребята оказались незнакомы. Мы искали видео, как проходится тот или иной этап, как проходится водная дистанция, то есть что такое велосипедная дистанция на средствах передвижения. Вот спелео как, то есть спелео это же вообще предполагается спуск в пещеры, там в пещерах, а здесь как это будет сделана имитация, то есть мы смотрели видео. Мы когда ехали туда, не знали, что будет именно, как это будет проходить, всё в два дня в месяц. У нас была дисциплина водная, спелео, пешеходная, КТМ. Очень было всё напряжённо и всё плотно набитые дни, поэтому было как-то даже страшно. Больше всего ребята остались в восторге от водных дистанций. Личное первенство на каяке, экипаж по два человека и командная гонка на байдарках. Садимся на байдарки, плывём, обгоняем конусы, специальные фишки, обращаемся на финиш. Вода – это вообще страшная стихия, а погорать – это страшная стихия, ещё интересно. В соревнованиях участвовали спортсмены со всей Новосибирской области. В общей сложности 13 команд. В каждой по 4 юноши и 4 девушки. Возраст участников от 12 до 18 лет. Это более 100 ребят с Новосибирской области. Это с Маслянина, с Коченёва, с Куйбашева, с Кыштовки, с Искитимского района, с Тагучина. То есть новосибирские команды были. Но мы – Берск. Соперники были достаточно хорошо подготовлены. Видно, что они занимались по определённой дисциплине. Кто-то был силён в велосипедах, кто-то на байдарках, кто-то ещё на чём. То есть каждый был силён в своём. Слёт туристов длился в течение нескольких дней. В результате соревнований победила команда Искитима. Ребята уверены – это получилось благодаря слаженности коллектива.